Обновить Петровскую набережную планировали еще 10 лет назад. В 2018 году тогда исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев заявил о разработке концепции объекта, а уже в 2020 году предложил ее доработать. В итоге реконструкция началась в мае 2022 года. Сейчас работы по реконструкции набережной идут полным ходом. Вся территория от Чернавского моста до Успенского собора закрыта металлическим забором, поэтому прогуляться по набережной не получится. На финальной стадии находятся работы по выкладке плитки на Адмиралтейской площади, кораблю ГОТА «Предестинация» и Успенскому собору. Также нас будут ожидать небольшие обновления растральной колонны. Полным ходом идут работы на участке между Чернавским мостом и причалом 16. На данный момент идет установка ограждений и ремонт парапета, а также подготовка к укладыванию плитки. Многие воронежцы и гости столицы Черноземья с нетерпением ждут окончания работ. Я здесь живу неподалеку, поэтому каждый раз мы с соседями прогуливаемся по набережной. Закрытие набережной для нас стало, конечно же, неудобством. Поэтому мы очень ждем, когда откроется красивая вот такая набережная, которую, наверное, нам обещают наши власти. Движение по развитию тоже есть заметно и все очень нравится. Ну, судя по всему, тут большие у вас планы и, в общем-то, красиво что-то уже получается. Я надеюсь, что на следующий год, когда я приеду, все будет уже отлично. Администрация города обещает открытие участка от Чернавского моста до Успенского собора уже в сентябре. Затем власти приступят к работам второй очереди. От корабля ГОТА «Предестинация» до Вагрессовского моста. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж.